всем привет с вами ирина и канал my diy life и сегодня традиционный садовый влог хочу показать вам уже почти законченный уголок который я начала делать в прошлые выходные меня попросили показать онлайн как я планирую посадки но к сожалению онлайн и получилось потому что все делалось урывками поэтому покажу вам практически готовый результат этот уголок я показывал вам в начале лета пущу по экрану видео здесь все было достаточно сильно заросшие я почти все убрала осталось у меня три куста роз старой посадки это мэри роз джеймс гэлвэй высокий куст и вру четыре куста сэн светун и акрон принцесс маргарета на переднем плане а всю дальнюю часть я переделала у меня здесь был такой немножко заросший уголок здесь в углу росла та самая огромная хоста которую прошлый раз мы выкапывали и мне очень хотелось сделать вид на гортензию чтобы она была хорошо видна когда я поставила обелиск я поняла что к нему нужно помимо клематиса который там уже роз посадить какую-нибудь розу я посадила туда сорт джинджер сила баб на желто-абрикосово-кремовая такая очень нежная на переднем плане у меня штамп сорт леди романтика это третий штамп из купленных мной по акции сейчас я вам покажу поближе цветочки очень-очень нежная розочка такие нежно кремово-желтые цветки мне кажется джинджер сила баб очень красиво будет сочетаться видите даже из горшка он цветет вот полностью распустившийся цветочек это первый мой опыт со штамбами мияна не знаю как будет себя чувствовать в моем саду потому что вообще с сортами я на у меня себя чувствуют не слишком хорошо чуть чуть попозже расскажу ну а пока вернемся к посадкам поскольку у меня все розы на дальнем плане розовые и крон принцесс маргарета янтарно желтое я захотелось поиграть с цветами сделать такую композицию на контрасте поэтому к джеймсу гэлву я подсадила сорт фальстаф насыщенно пурпурный в центр композиции я посадила леди оф шалот она янтарно-оранжевая будет перекликаться с крон принцесс маргаретой у самого обелиска рядом с джинджер сила баб я пересадила монстыд вуд пересадила от клематиса там клематис его забивал здесь я ему выделила парадное местечко я надеюсь он будет себя хорошо чувствовать здесь мне еще две розы которые тоже здесь уже росли это очень старый сорт роз дэрэшт старинная роза видите он такой маленький кустик но он такой и будет он невысокий в отличие от большинства старинных роз высоким не вырастает у него такие фуксиево-малиновые цветки то есть у меня так вот леди оф шалот получилось в окружении пурпурных малиновых роз рядом астрономия не махровый сорт с очень красивыми тычинками ну и наконец ближе к переднему плану я решила подобрать более теплые цвета здесь у меня запил грим нежно-желтый на переднем плане достаточно плотненько видите посажены потому что уже сорта не такие крупные это леди ма гамильтон моя любимица обожаю ее просто она конечно потрясающе красивая и очень-очень ароматная очень ее люблю тоже несколько лет назад к сожалению потеряла и вот сейчас купила себе новый кустик рядом новый для меня зверь сорт селекции лаперье куинси джонс это второй из сортов лаперье которые я в этом году решила купить буду пробовать еще ни разу не пробовал сорта этого селекционера посмотрим как будет себя чувствовать меня в саду и вот здесь у меня еще не освоенный кусочек сейчас я чуть-чуть отойду у меня такая вот изогнутая линия цветника вот здесь вот я чуть-чуть ее хочу продлить и посадить на передний план еще один куст розы но пока не решила что именно посадить я честно говоря в сомнениях купила кларостин белый сорт но мне кажется он высокова для переднего плана хочется что-то поменьше у меня правда здесь крон принцесс маргарет она тоже достаточно высокая поэтому может быть он и подойдет думаю насчет принцессы александры кентской но получается сэн цветун розовый и квинси джонс тоже розовый и все розовое вот мне кажется будет сливаться я не очень люблю сажать розы одного цвета рядом поэтому я пока еще в сомнениях что сюда посадить я думаю что возьму паузу до следующего года и и тогда уже решу ну и подсадила чуть-чуть компаньонов посадила маленькую асоку посадила малиню на дальний план посадила посадила дельфиниум голубой и здесь вот еще на переднем плане посадила маленькую голубую веронику когда все это немножко разрастется вокруг леди эма гамильтон я хочу посадить вот эту гехеру это кажется midnight raffles вот совсем что не розы я сорта забываю моментально очень красивый вид все такие вот волнистые листочки мне очень понравилось и учитывая то что у леди эма гамильтон молодая листва бордовая при этом оранжевые цветки мне кажется вокруг нее такая гехера посаженная бордюрчиком будет очень красиво смотреться пока она у меня посажены чтобы разрасталась на будущий год и и поделю и рассажу вот примерно так я и формирую композиции все на глазок все в процессе то есть я никогда не планирую все заранее от и до просто подбираю какие-то сорта которые мне нравятся и дальше их пытаюсь компоновать что-то симпатичное но на будущий год посмотрим что у меня получилось хочу немножко вернуться к мияну то что я упомянула когда говорил о штамбе на самом деле у меня не очень хороший опыт с розами мияна когда-то давно моя подруга она жила недалеко от совхоза имени ленина они тогда были единственными поставщиками роз мияна в россию и мы делали коллективный заказ я тогда накупил очень много сортов мияна и практически все они у меня вели себя одинаково первый год первые два года они наращивали очень мощный высокий крупный куст потом постепенно куст становился меньше 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 и в итоге через пять лет практически все розами я накупленные в то время у меня погибли то есть все саженцы вели себя одинаковые первые годы наращивали крупный куст с большой массой и затем постепенно херели и погибали я стала шерстить интернет чтобы понять что происходит и вычитала что миян прививает свои саженцы на розу мультифлора и про этот подвой я прочитала одну особенность дело в том что роза мультифлора она осенью если идет какое-то потепление то есть допустим было похолодание уже наступила осень и вдруг потеплело как у нас водится осенью достаточно часто роза мультифлора думает что наступила весна и выпускает молодые корешки для того чтобы кормить саженец дальше у нас ударяют морозы этим корешки погибают и в связи с этим корневая система постепенно отмирает и соответственно сам саженец тоже постепенно загибается говоря проще в результате я перестала сажать розы мияна у себя в саду и старалась уже какие-то сорта которые мне нравились а розами я на мне очень нравятся вот сами сорта я старалась их находить у других производителей чтобы саженец был не на подвое мультифлора я честно говоря до сих пор не знаю действительно ли дело было именно в этом это мое предположение моя гипотеза так сказать поэтому мне очень интересно услышать ваше мнение если у вас есть саженцы именно производства мияна вот с оранжевыми овальными этикеточками как они у вас себя чувствуют в саду именно если кустам больше пяти лет хорошо ли растут ну и соответственно в каких условиях да то есть это подмосковье юг-север или какие-то другие зоны мне очень интересно узнать опыт других розоводов именно продолжительный да насколько вообще моя гипотеза верна возможно дело было совсем не в этом и может быть я не права что я не покупаю розу мияна с тех пор ну вот этот штамп у меня первая попытка спустя много-много лет хочу посмотреть как он себя будет чувствовать я конечно очень боюсь будет ли он жить но поскольку это была акция и штамп достался мне можно сказать бесплатно потому что 3 штамп давали бесплатно к двум другим поэтому я решила рискнуть тем более что сорт очень красивый мне он очень понравился буду пробовать ну и напишите мне в комментариях ваш опыт с розами мияна очень интересно узнать ваше мнение ну и покажу вам поближе стволик раз уж я начала про него говорить вот видите он тоненький зеленый совсем еще такой не сильно одревесневший та самая бирочка селекции миян и вот здесь у него аж целых 4 прививки с разных сторон не очень хорошо видно на камеру сейчас я попробую подлезть поближе очень густой красивый формы крона получается благодаря такой вот прививки я целых четыре штуки насчитала ну посмотрим как будет житель леди романтика в моем саду посмотрите для сравнения штамп остина видите такой уже прямо одревесневший ствол видно что ему уже несколько лет не такой зелененький как у мияновского кстати штамбик уже во всю цветет такой небольшой бонус покупки розы в контейнере что можно и сразу дать цвести тем более что сейчас конец лета очень рада что купила этот сорт он конечно потрясающе красив и как и многие сорта остина потрясающе пахнет кстати сказать на штамме мне очень нравится розы остина тем что вот эти его паникающие цветы я знаю многие их не любят и многие считают недостатком то что роза вот так вот грациозно паникают но на штамме вот эти вот паникающие цветочки становятся достоинством потому что весь куст выглядит таким очень нежным и вот эти паникающие цветы придают ему мне кажется еще больше шарма у меня кстати сказать в этом цветнике уже есть небольшая перестановка вместо гензей у меня поселилась розочка тездемона связано это с тем что гензей у меня расцвел я оказался кем угодно но не гензеем поэтому был безжалостно выселен обратно в горшок буду его пересаживать пока не знаю куда сам по себе цветок красивый видите очень крупный видимо это что-то чайно-гибридное тем более что один цветок на побеге совершенно не подходит мне под мою задумку поэтому либо кого-то его подарю либо пересажу куда-то на новое место по поводу подкормок просили меня рассказать ну собственно уже много раз говорила что розы во второй половине лета и ближе к осени конечно же азотом и кормить перестаем и я пользуюсь самыми простыми удобрениями двойной супер фосфат и калий магнезия кстати калий магнезия тоже уже много раз говорила для роз это самое лучшее удобрение ближе к концу сезона вот в конце августа в сентябре очень хорошо подкармливать калий магнезии потому что это удобрение помогает розам подготовиться к зимовке накопить побольше сахаров в побегах и благодаря этому лучше перезимовать спрашивали меня по поводу того сколько чего сыпать честно говоря не знаю я всегда сыплю на глазок я просто набираю горсть и рассыпаю по поверхности земли поэтому каких-то конкретных рекомендаций даже не смогу дать потому что сама все делаю это очень интуитивно сейчас попробую вам показать собственно просто вот выбираю горсточку удобрения и рассыпаю по поверхности соответственно получается куст который больше по диаметру ему достается побольше если кустик маленький то ему конечно попадает меньше и точно так же поступаю с супер фосфатом меня попросили побольше рассказать о хвойных у меня в саду в соседстве с розами и не только у меня честно говоря не так много хвойных как хотелось бы я надеюсь что в ближайшие годы я заполню этот пробел у меня в саду потому что мне честно говоря конечно хвойные очень нравятся они создают такую вечно зеленую раму в саду и зимой и летом смотрятся декоративно и вот это такой красивый очень фон на котором наиболее выигрышно на мой взгляд смотрятся уже цветущие многолетники ну а сейчас пройдусь по тем которые у меня есть возможно кому-то окажется полезным кто-то возьмет для себя на заметку новые сорта ну и тому подобное начну я пожалуй вот с этой пихты на фоне которые я стою она очень большая сейчас мне кажется она уже в районе четырех или пяти метров это а без конкалор пихта одноцветная обычный вид и никакая не форма никакой не сорт то есть это обычный видовой саженец ей мне кажется уже в районе 10 лет это наверное тот случай когда медведя купили за хомячка потому что честно говоря когда я ее здесь сажала я не рассчитывала что она будет такого роста и призываю вас все-таки очень внимательно читать описание к сорту потому что когда вы покупаете маленькую пихточку в горшочке конечно сложно представить что она вырастет такого монстра но у меня здесь в общем-то я не имею ничего против она к счастью пришлась ко двору и несмотря на свои размеры смотрится достаточно гармонично но в каком-то другом месте сада это могло бы стать проблемой поэтому еще раз внимательно читайте описание когда выбираете сорт потому что некоторые сорта хвойных сосны ели пихты могут вырастать достаточно большими и для маленького сада это может быть большой проблемой эта пихта мне очень нравится за свои вот такие мягкие иголочки вообще очень люблю пихта это пожалуй мой любимый вид хвойных эта пихта это такая вот классическая елочка и и даже можно было бы наряжать зимой если бы она росла не в глубине сада куда обычно нет доступа зимой потому что обычно здесь все в снегу рядом с ней у меня растет туя даника тоже очень люблю этот сорт она растет вот видите такими пышными кочками такими шариками пушистыми много в свое время покупала но не все хорошо у меня выросли вот это удачный саженец она такая пушистая хотя ее может ломать снегом обязательно ее на зиму надо связывать для того чтобы она не развалилась это молоденькая сосенка сорт афир осенью она должна быть желтенькой если конечно не обманули с сортом я очень хотелось сюда желтую сосну и рядом эта елочка сорт папус я про нее уже кажется рассказывала когда мы ее покупали она была золотисто-желтая с голубым очень красивое необычное сочетание но к сожалению вот уже второй или третий год она у меня просто голубая тоже растет такой симпатичной кочечкой но к сожалению желтеть не желает еще чуть дальше у меня елочка эта елочка очень заслуженная это сорт инверса у нее очень красивые паникающие веточки вот центральный проводник я привязала к палочке потому что прочитал что для того чтобы она росла вверх ее нужно подвязывать видите у него такие паникающие веточки она вырастает в такого очень красивого чудика этой сосенкой этой елочки мне кажется у меня уже лет десять если не больше но как видите она совсем скромных размеров вот как раз из-за того что проводник я не подвязывал ну и кроме того она росла в очень неудачном месте сейчас она на солнышке я надеюсь будет расти лучше дальше можжевельник про которого меня много раз спрашивали что он похож на кипарис действительно очень удачный сорт это если я не ошибаюсь можжевельник скальный неуверенно в виде сорт называется blue arrow голубая стрела и он отличается вот таким видите абсолютно вертикальным ростом действительно издали похож на кипарис и очень конечно декоративно смотрится штука очень живучие у меня он рос вот когда ты здесь на месте вот этой полянки у меня здесь были клумбы заросли мы все вот это вот расчищали и он был в глубине рядом с ним рос бересклет на него сверху вот этот вот дикий виноград полез и у него макушка была вся вот такая кривая страшная муж его подвязал к вертикальной палке и вот как видите он выправился в такого красавца так что смело могу его советовать он практически не горит по весне хотя я ничего с ним не делаю никак его не прикрываю зимой в отличие от других можжевельников которые я пробовала вот они достаточно сильно повреждались ранней ранее весной когда в марте солнце уже активно очень часто горели вот этот мне понравился своей живучестью он действительно абсолютно не горит ничего ему не нужно совершенно неприхотливая штука так что тоже очень советую прекрасно зимует мне кажется ему тоже уже в районе 15 лет я его сажала таким маленьким саженцем и сейчас он мне кажется в районе трех метров но за счет того что он такой весь компактный абсолютно не против этих его размеров в саду очень красиво смотрится как я думаю многие обратили внимание но этот уголок я думаю тоже многие из вас знают я часто на его фоне снимаюсь здесь у меня растет сосна честно говоря не помню уже какой-то вид мне кажется это сосна горная тоже видовая но честно скажу неуверенно покупал давно и уже не помню и рядом с ней у меня растет пихта это пихта корейская тоже сорт уже забыла она растет тоже такой вот елочкой сейчас вам поближе и и покажу мне очень нравится у него такие декоративные шишки очень здорово смотрятся и у нее вот тоже такая классическая елочная форма хотя она ну такая немножко лысоватая на мой взгляд возможно с возрастом распушиться но тем не менее мне очень нравится вот как я уже сказала вот эти мягкие иголочки у пихт их можно без проблем трогать они абсолютно не колется и вот за это я пихты очень-очень люблю сейчас вам покажу еще парочку пихт вот этот малыш у меня не в лучшей форме я показывала его весной это тоже пихта корейская сорт айсбрейкер видите у него почти беленькие кажутся веточки за счет того что все иголочки вывернуты очень сильно и видна их изнанка меня он после пересадки его пересаживала осенью плохо вышел из зимовки я его отливаю стимуляторами вроде он немножко получше себя чувствует рядышком с ним растет пихта эта пихта у нас зимует не очень хорошо я ее укрываю вместе с розами мне она в свое время понравилась очень своей формы у нее видите вот такой был изогнутый саженец такая вот она была вся кривенькая немножко похожи на бонсай и мне она понравилась я ее взяла не могу сказать что очень хорошо она растет ей тоже уже больше десяти лет но как видите она таких очень скромных размеров но вот сейчас я ее пересадила она тоже в прошлом году пересажены и вроде как она пошла расти получше и с другой стороны вот этой хвойной композиции у меня еще одна плакучая елочка к сожалению уже тоже забыла сорт пущу вам название по экрану посмотрю в записях она голубая это ель колючая пицца пунгенс но тоже плакучий сорт видите вот такая поникающая похоже на инверсу чем не нравятся плакучие формы у хвойных они с одной стороны невысокие с другой стороны таки получаются очень пушистые красивые кочки и она тоже у меня пересажены в прошлом году как видите хвойные я таскаю не реже чем розы я надеюсь когда все это разрастется то будет красивая композиция из хвойных с розами туя смаракт это самая первая моя посадка в саду ей уже больше 20 лет она очень высокая она сейчас у меня уже порядка четырех с лишним метров мой любимый сорт туи западный потому что видите она такая вот ярко-ярко зеленая смаракт по-польски и на старорусском это изумруд она действительно ярко-ярко зеленая у меня растет чуть дальше туя барабант я вам сейчас ее покажу вот она очень сильно отличается по цвету вот сразу видно разницу где барабант а где смаракт смаракт прям такая ярко-ярко зеленая очень нарядная она сейчас в эпицентре стройки поэтому к сожалению не очень красивые у нее окружение ну вот видите конек беседки четыре метра вот она выше конька где-то на четыре с половиной метра уже дерево ну а вот это барабант не знаю видно ли разницу на видео но в живую разницу по цвету барабанта со смарактом прямо очевидно здесь такой немножко припыленный зеленый цвет более спокойный а смаракт он прям такой ярко-ярко зеленый гораздо более декоративный но зато это более сильно рослое ну и вот здесь у меня еще один хвойный уголок он сейчас честно сказать сильно заросший поэтому покажу вам просто отдельные растения здесь у меня растет тис ягодный это еще один вариант медведя проданного за хомячка видите он вот такой большой очень большой разлапистый это сорт нано я думала что это будет маленькая кочечка вместо этого вот такое вот разлапистое чудовище еще раз внимательно читайте описание к сорту а здесь у меня сосна веймутова мне очень нравятся эти сосны за вот свои тоненькие мягкие иголочки и такой вот серебристый тон к сожалению растут у меня не очень хорошо болеют пара сосен веймутовых у меня погибло и у этой тоже вот видите некоторые веточки чем-то повреждаются не знаю что это но увы выглядит не лучшим образом ну что же как всегда жду ваши вопросы и замечания в комментариях на сегодня все всем пока пока